Всем привет! У нас сегодня распаковочка по ссылке будет от Марии. Это женщина, которая изготавливает амуницию для хищных, ловчих птиц, для воронов. Ну, то есть я у нее заказываю для Гоши опутинки, клобочки и всякую другую амуницию, которая необходима. За окном у нас дождик льет, Гоша сидит, каркает. Еще бы хотел сказать, что на клобочоке опутинки тоже присылали денежки. Спасибо тем, кто поддержал, перевел. Если кто-то хочет тоже нас поддержать переводом на строительство вольера, то можете это сделать по ссылке в описании к этому видео. Там есть ссылка для донатов из России и из других стран. Кстати, ссылку на Марию, которая изготавливает это все дело, всю эту красоту, также будет в описании. Итак, вот это у нас опутинки. Двойная кожа. Достаточно приятная. Вот этой стороной, вот эта сторона опутинки будет к лапе, а это наружу торчать. Вот здесь. Это ремешок, вот эти вот затяжки. На старый клобук. А тут у нас, а тут у нас брелочек. Так, что-то написано. Подарок. Ого, спасибо, Мария. Ну, я надеюсь, она будет это видео смотреть, потому что я с ней тоже общаюсь. Так, это у нас брелочек на ключи. С птичкой. А, так это и не просто птичка. Это же, по-моему, и ворон даже. Прикольно, приятно. Вот такой клобук. Точно такой же, как и заказывал в прошлый раз. Его надо будет немного расширить. Вот эти вот места, потому что у меня уже был опыт, когда клобучок заказал, пришел, я начал натягивать на Гошу. А клюв у Гоши через это отверстие не проходил. Я в видео так расстроился, на всякого наговорил. А, как оказалось, необходимо было вот эти края размочить, их подогнуть. И потом уже надевать на птицу. Так, надо будет установить Гошу о Путинке. Но сейчас... А я сейчас к нему пойду, как раз буду делать новые присады у него в вольере. Купил материал, вот как видели, зеленые, ну, зеленые материалы, ежик на присадах. Взял точно такой же, только другого цвета. И надо будет присады обмотать этим материалом. Вот это все буду делать, поменяю Путинки. И, кстати, сейчас покажу, какой клобучок у меня стал спустя два года. Я решил заказать новый, потому что, когда клобук сидит на птице, он не должен касаться глаз. Но, так как я неправильно за ним ухаживал, и таскал его то в кармане, то еще где-то, он деформировался. И вот этими частями, вот где глаза расположены с внутренней стороны, задевали глаза, и, собственно, такого не должно быть. Поэтому, вот новый с Путинками, вот, надо будет разобраться и надеть на Гошеньку. А дождик у нас закончился. Сколько градусов? 20 градусов. Кстати, вот приехал из Москвы, и погода очень сильно отличается от нашей в Пермском крае, потому что вот здесь 20 градусов и тепло. А в Москве, к примеру, те же 15 или 20 градусов, но будет холодно, потому что сильный ветер, холодный. Почему-то постоянно вот он там дует, и как-то не очень приятно. Ну что, пойдемте делать. А Путинки новые на месте, сделал так, чтобы они не слишком туго, не слишком свободно сидели. Они еще разносятся, будут нормальные. Итак, первое впечатление. О, Гоша, смотри, надо их отвлекать от Путина. Гоша, Гоша, смотри, смотри, смотри. А кушать будешь? А кушать будешь? На. Так, проверяет. Смотрит. Вроде все то же самое. Но что-то немного не то. Эй! На круг полетел. Полетел на круг. Эй, зубка. Зубка, давай, полетел. Не хочет. Иди ко мне. Иди ко мне. На плечо садись. Давай. Раз, два, три. Молодец. Так. Это мы сделали. Но он сейчас будет терпить, и надо его отвлекать постоянно. Вот буду с ним в вольере заниматься. Где-то ворона летит. Что, Гоша, там смотришь? Так, новая Путинка вот. За ним болтается. Иди сюда. Так, что у меня тут есть? На. Садись. Молодец. А где у тебя дом? Ну-ка иди домой. Иди домой. Иди домой. Иди сюда. Гоша. Гоша. Домой иди. Иди домой, иди. Я у него сейчас буду прибираться. Я все жерди убрал. Те, которые были. Вот, их надо заменить на что-нибудь хорошее. Лежать. Лежать, 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 лежать. Молодец. Смотрите, на лапках у него нет такой шероховатости, которая должна была быть под слизами, что ли. Вот, сейчас только обратил внимание. Может быть, из-за того, что он долго сидел, когда я был в Москве. Долго на одном месте. Хотя раньше такого не было. Да. Ну, сейчас будем это все дело исправлять. Возможно, еще придется убрать этот рог. Хотя он на нем не постоянно сидит, а так. Какой-то очень сильный ветерок у нас поднялся. Да, Гоша. Да. Ветер сильный. Иди наверх, залезь. Иди наверх, сядь. Вон сюда наверх сядь. У тебя там сдует, наверное. Вот здесь, вот за стеночкой, если стоять, то нормально. А так прям ураган какой-то. По штанам, блин, не видно. Вот, на деревьях можно посмотреть, как включаются. Ну что? Вон, садись наверх. Да. А паутинки? Новые, да? Гоша. Приборка у нас полным ходом. Уже все почистил, все помыл. Гоша играет с водой. Да. С водичкой играет, Гоша. Ты где там? Ты хотел вступаться? Дождик все-таки начался. Прям такой хороший поливает. У нас новый день. А работа та же. На, Гоша, покушай. У нас уже вечереет. Времени 7 часов. Опять идет туча большая. Но сегодня успел вспахать землю для посадки картошки. И сейчас вот этот вот пенек его материалом, вот этим ежиком заделаю. Но для начала надо расставить палочки. Шуруповерт уже есть. Палку приготовил для того, чтобы ее так же прикрепить. И они не выпали. Кстати, смотрите, как раскололось. А всего лишь гвоздик. Ну, тут где-то еще раскололось. Вот. Где нет гвоздя, все равно. Вот. Ну, сейчас поставлю, прикручу, палку укорочу, привинчу и буду материалом заделывать. И подумаю насчет присад каких-то сверху или с боков, может быть, где-то здесь. Но вот эти жерди убрал, и места стало больше. Можно спокойно ходить и не бояться, что ударишься головой там или еще чем-то. Так, Гоша, ты уже схрумкал все. Молодец. Давай я тебе... Сядь, напень, сядь. На пенек. На пенек садись. Положи. Гоша. Опа. Так. Не трогай ее. Гоша. Отпусти. Не трогай. Убери голову. Вот так вот. Пол. Вот там вот это вот. Костный мозг сейчас все съест. Костью острая, ему хоть бы что. Давайте еще вот эту расскажу. Получится, нет? Ну, что-то получилось. Для погадки полезно. Так, маленькую вот эту вот ешь. Все. Добавку надо? Да, подай. Молодец. Сядь. На пенек. Капутинкам он привык, их не теребит. Нормально. Клобучок еще не пробовал надевать. Да. Угу. Гоша. Сегодня он еще искупался. Так, эту я штуку приделал. Сейчас все стоит нормально. Стой, Гоша, не боишься совсем? А если так? Ну, разворачивай, открывай. Сейчас будем тебе ремонтировать пенек. Полтора метра взял. Вот по нему босиком ходить кайф. Да, Гоша? Ага, да. Ты только мясо и умеешь красть. Тихо. Уже который раз у меня украл. Ну как, нравится? Нравится? Гоша. Ага. Сейчас у тебя на пеньке здесь будет. Так, мне надо будет... Отойди. Вообще, надо развернуть, перевернуть этот коврик. Теперь пенечек надо перевернуть. Отойди. Отойди, отойди. Ооо. Здесь сыро так. И обрезать. По краешку, по контуру. Чик-чик-чик. И вот готово. Так. Все, сейчас надо только закрепить. Ну-ка садись. А зачем ты ее снял? Ну, сейчас на саморезы приделаю. Готово. Нравится? Так, что-то тебе еще надо было сделать. Да? А, точно. Там где-то есть еще одна присада. Надо ее обмотать. Все готово. Вот как у меня получилось. То я уберу. Ну, это потом. Фух. Ну что, Гош. Получилось достаточно так аккуратненько. Закрепил ее на стяжке. Мусор навел. Да, Гош? Теперь тебе будет удобненько. Потому что он постоянно прыгает на сетку. А так будет вот на этот тракт. На присаду. И сейчас... Ага. Все равно на это садится ему. Удобно там. Но, возможно, я ее куда-то перемещу. Либо там наверх повыше сделаю. Но остается вопрос с верхней присады. Он там постоянно сидит и будет оттуда какать. И это все будет падать сюда. То есть оно как-то прям на пути получается. Да, Гош? Мама ходит. Гош, скажи всем пока. Ну, скажи. Всем пока, скажи. Ну-ка, Гоша, поговори еще. Гоша, поговори, поговори. Смотри, сапоги на это. Блин.